еще крась вода красивый корабль прям вообще классный у него есть на повреждения что-то там отколото что-то пропущено но тем не менее он очень красив и тоже может стоить хороших денег но хороших как вот допустим я могу это сказать что там за 500 долларов да наверное это продался быстро но зачем это покупать уже за 250 если ты продаешь это за 500 короче надо открывать антикварный магазин саш да да и в антикварный магазин ставить это все по 10 тысяч на полке и ждать когда какой-нибудь энтузиазист зайдет и купит 325 или что именно эти кого-то квасе никого магазин там выставляет из продажи делиться с ними да такой тоже вариант есть 25 долларов это огромный булыжник и вот я мимо него проходил он он неподъемный огромный это перед же металлический перед как бы камень я не знаю там в чем в себе может содержать в общем такая такой декор у нас такое в дэнвере возле домов на улице валяется как украшение можно ночью подъехать загрузить и уехать здесь пожалуйста это у нас автор автор ремингтон как бы если это автор ремингтон то это 200 долларов там ну 300 цена на ebay они уже сотню на него били мы им дадим потратиться мы им дадим потратиться нам это нам это не интересно опять же опять же такие ребятки под подобные как бы 50 долларов можно дать 50 долларов можно дать больше нет не хочу 75 забирай вот за 25 никому не дам забрать такую статуэтку буду ставить 50 если хоть одну выиграем за 50 отлично супер а вот дороже не хочу я их брать потому что человек специализировался именно на подделке подобных вещей за это как говорится он и отсидел но они-то этого не знают скорее всего ребята которые участвуют в аукционе скорее всего этого не знают колбой красивые массивные у них пьедесталы из камня натуральные да супер все прям красиво но брать за 100 продавать за 200 плюс комиссии с ебэй заберет комиссии аукцион заберет комиссии ну как бы да и ты вернешь свои деньги это это да это не тот бизнес которым хочется заниматься так вам скажу 75 но вот об этом я да да 100 долларов они будут уходить до 100 долларов за 75 ушла может быть одну нет мы еще пока ни одну не выиграли может быть попробуем там за одну что-то поставить там взять себе не знаю но как бы так 100 долларов уже довезетого индейца ковбой у нас следующий красивые фигурки ничего не скажешь красивые но это не оригиналы оригиналы могут стоить и тысячу давай споткнулся конь ковбоя уже нет он там где-то летает сейчас следующий лобби ковбой в полете нет ничего не будет дальше у нас идут чуть поменьше уже 9 инчей размером предыдущие были 1 сейчас идут 9 инчей но они вот такие типов по золоте знаете но это краска это не по золото если бы это было покрыто золотом то ну да можно взять и за 100 и за 200 долларов но это не золото 75 сейчас опять будет 100 долларов до 100 долларов и за 100 долларов уйдет смотрите 100 долларов одна секунда все ушел за 100 мэтью я тебе могу прогнозировать 100 долларов хотя вот это вот ну вот это чуть отличается фигура такая в другой форме может быть сейчас дадут 125 смотрите уже 100 дали что дали 100 дали 100 дали нет нет вот все таки да вот такой вот рубеж 100 долларов больше никто за это не хочет давать но за некоторые дают там по-моему за 100 сколько 107 150 лет самая дорогая ушла вот опять уже 100 и вот надо перешагнуть этот рубеж дать quarter так сказать 125 никто не дает и они все уходят по 100 долларов здесь у нас таким маски ассортимент таких висит как бы на стене 25 долларов за них как бы недорого 10 долларов можно забирать их как бы ну 10 долларов я заберу реально получилось у этого 20 ну ладно заберем за 20 каждую маску можно по 50 по 70 по 100 долларов 30 пожалуйста забирать мы купили вот эту статую только что за 50 долларов да она большая красивая не подписанная поэтому она продастся вот красивые лошади не подписано что-то ремингтон ник не не заявлено что это чей-то автор просто красивая вещь на мраморной подставки такая может стоить дорого но опять же таки на ebay особо дорого не продаж хорошие продажи подобных вещей они происходят в антикварных магазинах дальше так 150 долларов уже и за 150 наверное уйдет да я не скажу что это дешево честно друзья начинаю записывать на телефон потому что ну память у меня забилось и вот у нас да и как я говорил идут гитары с фейковыми пластинками скорее всего раз фейковая пластинка никто не будет на ней расписываться на этой гитаре значит и роспись вся эта фейковая на гитаре и они вот уходят опять по 100 по 125 по 175 и 200 долларов то есть люди там не были люди это не видели люди за это бьются здесь сразу 2 500 3000 смотрите как стреляют ставочки 3000 3 250 3 500 3 500 3 750 за ролик 4 тысячи дают мы в этом не участвуем 4 500 мы просто наблюдаем я вам показываю как это происходит как это происходит 4 500 4 750 5 тысяч 5 500 6 тысяч долларов следующая ставочка сейчас будет будет не будет 6 тысяч 6 тысяч долларов 6 500 есть далее 6 500 6 нет 7 7 кто-то разродился дал 7 тысяч 7 тысяч роликсы 7 тысяч роликсы инхрустированные бриллиантами 7 500 7 с половиной тысяч долларов и это возможно еще не конец он добавляет по 5 секунд он ждет больше люди думают люди анализируют он там я продам эти часы за 18 думают наварюсь или там еще за сколько не знаю что они там себе думают но 7 500 уже дают но интересно 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 за сколько же за сколько в итоге уйдут роликсы золотые с бриллиантами президентским ремешком 18 карат золота ушло и вот в проданных можно такие часики увидеть за 16 с половиной тысяч долларов но это базовая модель потому что бриллианты этот человек отдавал ювелиру и инхрустировали это все уже на базовую модель что добавило им в стоимости и так фиксируем продажа 16 с половиной тысяч здесь 18 с половиной тысяч без бриллиантов бывшие в употреблении и вот были проданы подобные часы правда не синим а желтым циферблатом инхрустированные бриллиантами за 73 999 кто-то сейчас кусает локти следующий следующие роликсы тоже полетели две семьсот пятьдесят как я говорил в предыдущем видео или в предыдущем перед предыдущим все эти деньги пойдут на погашение судебных исков против этого человека который чему чую это имущество две семьсот пятьдесят продано ну слушайте это наверно в принципе неплохо за две семьсот пятьдесят такие часы купить потому что ну их можно продать за пять сразу пошло тысяча семьсот пятьдесят прям в первые секунды набили за эти часы две двести пятьдесят две двести пятьдесят наверное так и уйдет до остановились торги да следующие они заявляют что это бриллианты черные бриллианты сразу тысячу долларов кто-то дал вот люди рискуют а никто там не был никто не тестил никто не проверял неизвестно сколько это в итоге на самом деле может стоить следующий у нас ролик тоже это уже это уже женские это уже тоже президентский это тоже золотые это же с бриллиантами инхрустированные полторы тысячи конечно но как бы не выглядит как фейк они заявляют что они проверяли это где-то в каком-то магазине фирменным я думаю да все шансы что роликсы настоящие но это большой риск вот если бы допустим подобные торги шли на ebay то по сути ты ничем не рискуешь ты купил часы пришли ты их проверил фейк просто делаешь возврат забираешь свои деньги обратно на этом аукционе вернуть деньги вряд ли получится поэтому это риск за 4000 ушли часы и это тоже он хозяин как бы бывший владелец всего этого он покупал роликсы и потом отдавал их ювелиру и уже наносил бриллианты сюда вокруг то есть они такие как кастом бриллианту бриллианта называется этот безл как мелкая такая росса бриллиантовая вокруг обрамление сделано уже две пятьсот дают окей следующие 1000 баксов сразу дают люди не думаю тут же мгновенно да мы вы не участвуем в роликсах мы просто показываем как оно бывает а вы уж думаете выгодно невыгодно пишите комментарии ребят соучастники надеюсь от вас на комментарий вы вы-то в этом разбираетесь часами занимаетесь распишите подробно что да как на этом можно было бы заработать следующий часики уже 1300 1300 не ну кто-то расчехлиться конечно хорошенько нам как бы нас им не переплюнуть мы вчера выложили за машину такую сумму что тут и мы не снилось ну в общем видите да друзья в этом диапазоне все это здесь и продается есть если еще это у нас заявлено как белое золото 18 каратная и 34 по кругу бриллианта сделано здесь и сразу же дается 500 долларов 500 долларов ушли следующие часы мы поставили так не знаю на ажиотаже каком-то ставку заранее сейчас будет ставка вот эти с бриллиантами часы это будет наша ставка мы видели на них ценник мы видели на них ценник ценник в двадцать восемь тысяч долларов я не знаю перебили нас что делаем отдаем отдаем да мы не будем в этом участвовать хотя если человек сейчас заберет за 700 долларов забрать 800 давай сделаем 800 окей ну потому что их можно где-то за 7 за 6 тысяч продать быстро это как бы неплохо 900 900 можно но не знаю сомнительно очень сомнительно это у нас плотина бриллианты все ушли за 900 долларов поздравляю хорошая покупка так следующие часики это у нас это у нас плотина это у нас гамильтон это у нас гамильтон и сколько там бриллиантов а что никто не купил их я не понял что произошло в предыдущем лотом здесь у нас браслет весь в бриллиантах прям куда бы деться платиновые за него никто не хочет давать ставку ставочку это интересно это интересно такой браслет потому что может стоить мы видели там 30 40 тысяч если он натурель но натурель обычно имеет имя это просто серая коробочка знаете и типа бриллиантом но бриллианты и плотина и так далее 450 долларов плотина бриллианты люди рискуют но просто если это все настоящее конечно они но они очень хорошо с этого поднимут денег главную начальную ставку 500 никто не дал но до торговали до 500 вот это если никто не видел там не был там вручную как бы в живую и не видел это очень крупная штука очень крупная я хочу сейчас попробовать ее забрать как бы никто не дает больше я дам полтинник и надеюсь за полтинник я ее заберу хорошо 75 долларов дадим больше я не дам потому что это серебро настоящее крупная очень и натур забрали до забрать отлично браслет предположительно изготовлен индейцами наваха весу в нем 386 грамм что-то из них весит камень что-то серебро выстоял на аукцион за 500 за 609 долларов продано следующий лот у нас будут золотые часы которые можно продать от там ну грубо говоря вот тысячи спокойненько так и до пяти но я не уверен что они золотые я не смог будучи там находившись там не смог открыть заднюю крышку поэтому я не уверен золото не золото но и бэй показывает что эта фирма вот в этом исполнении american welcome welcome pocket watch это золото скорее всего но пока у нас идут торги за это черный камень в серебре и уже 300 долларов за него набили 300 долларов ушел здесь непонятно вот часы стартовая 100 долларов они не заявляют что это золото они сами не знают что это золото мы 25 долларов за них дадим даже вот 50 долларов мы за них дали как бы они того стоит в любом случае вот 75 дальше давать 100 но сомнительно золото не золото сомнительно но рискнуть я отлично могу рискнуть со своих денег даже понимаете же да если это золото это уже другая цена будет часики мы эти отнесли ювелирный салон проверили покрытие золотом выставил за 200 буквально в течение 15 минут продано здесь интересные часы вот эти часики мы увеличивали они мы сначала подумали что это золото или еще что-то но это манду и они новые стоят 50 долларов и кто-то уже дал но вот это вот это может оказаться кортье я не уверен ушло почему торги разве остановились ну да получается ушло здесь какие-то браслеты из жидвита и сразу 75 о-о-о-о 100 долларов о-о-о 125 это 150 долларов вы чё 175 это же можно по доллару купить переходе 200 225 долларов 250 долларов 200 сель что такое с ними у кого-то кнопка заглючила он уснул на мышки что ли что 300 не понимаю по 75 долларов по 100 долларов уходили громадные жиды и да там статуи здесь четыре браслета ушло за 350 еще даже не закончилось еще 350 и 350 да ничего не понимаю я в этой жизни похоже здесь у нас понеслась 35 долларов 40 долларов это вот золотые монеты которые я держал в руках они очень похожи на золотые подобные продаются за дорого на ebay и я не знаю участвовать вот я не знаю смотрите что происходит уже 200 я не уверен стоит ли участвовать стоит ли стоит ли стоит ли стоит ли стоит ли 250 долларов да 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 они идут идут дальше я не уверен честно говоря двести семьдесят пять долларов 300 долларов но каждый из них повторюсь может стоить полторы тысячи а может четыре тысячи стоить 300 300 300 300 300 300 300 ушли за 300 возможно это был наш шанс но он закончился а теперь у нас пошли вскрытые сейфы вот это мне прямо интересно сломанный вскрытый сейф вилл с фарго 25 долларов дал кто-то 50 долларов 100 долларов ушло ушло человек заплатит еще полторы тысячи за его транспортировку даже просто внутри лас-вегаса мне кажется всеми гран пиано и бенч и так начинаем наши торги стартовать на 1000 долларов никому не надо 500 долларов никому не надо никому не надо пиво не на пиво не на никому не надо я думаю она не продастся а до что 550 кому-то надо пиво не на я предпочел бы просто пиво без нины потому что у меня есть аня мне пиво аня подойдет пиво не анечка прости ее просто рядом нету анечка извиняюсь анечка знаете она сейчас в дембери ждет на его возвращение поэтому я так позволяю его лист я ей не позволяю идем дальше так на пластинки 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 пришел такой в ковбойский бар так четверта кинул заказал музычку 125 долларов уже кто-то набил 125 долларов 125 долларов 125 долларов мы в этом сейчас не участвуем да ребята вы видите раз на разницу прошлый выпуск вчерашний день мы брали во 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 вот эту штуку мы хотим брать да я не буду бить я не буду бить за нее 500 она мне не нужна за 500 долларов абсолютно не нужно а ты смотри кто-то дал 500 долларов надо нам такой такой риск за 500 долларов нет сомнительно очень сомнительно 550 долларов шикарная вещь шикарная 600 долларов да нет пусть увозят забирают как хотят сами сейчас там за нее с там с налогами с какими-то делами отдавать полторы там тысячи или там около двух неизвестного сколько это закончится и потом неизвестно продавца она не продавца 800 850 долларов то есть это не то что знаете там на ebay продается каждый день и типа можно сделать какой-то анализ это редкая вещь дорогая да но она может висеть полгода год может висеть может вообще не продавца тысяча тысяча сто тысяча двести но 700 800 они примерно указали она тяжелее реально 1400 ушла следующий такой же доидовый замок а вот следующим будет громадный корабль из жиды это такой корабль в два или в три раза меньшего размера я нашел в проданных 2015 году за 12 тысяч долларов 300 долларов ушел вот корабль огромный 58 минчей он очень крупный очень хрупкий как его продавать непонятно но он классный у него есть небольшие трещинки потерьки но он просто шикарен я вам скажу и пошли торги и 300 400 450 500 такой найти в сторож до под тряпками но это круто на ebay там можно получить за него там тысяч 10 долларов в может быть но даже сюда тут тысячу или две уже классно ты же это нашел а здесь надо за этот заплатить сначала и я думаю это сейчас эти торги будут одни из тоже самых дорогих 1250 долларов не буду я рисковать не буду хоть ребята и говорят не что зеленый свет я рискую можно сказать да не своими деньгами но 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 нет я так рисковать тоже не хочу шанс есть продать это там за 10 там за не знаю за 12 тысяч долларов но это только лишь шанс продано мэтью 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 маконахи кто любит этого актера ставьте лайк подрабатывает на аукционе подрабатывает у него даже взгляд и мимика та же я не знаю что он тут делает ты знаешь что такое мэтью маконахи друзья пожалуйста не ставьте дизлайк за это мне я знаю кто такой мэтью маконахи за 150 долларов фонтан ушел огромный но вот это недорого это реально а вот эта девочка нас интересует она очень понравилась соучастником окрестником она очень понравилась нам она классная но она не бронзовая вот вся проблема в этом виталий сказал хочет такую холодильника поставить не знаю зачем ему это надо пока диапазон которым можно участвовать 175 200 200 200 225 пока вот до 300 я планирую до 300 вот так вот так отпускаем отпускаем не берем мы девочку она в человеческий рост классно исполнена хорошая фигура 325 долларов эх всего-то на четвертак всего-то на четвертак эх ладно плетеный мотоцикл масса цикл далеко на нем не уедешь куда его девать непонятно в общем как тот шкаф выкинуть жалко поставить некуда 125 150 плетеный за ротанга да он спокойно может стоить полторы две тысячи да такие вещи можно можно продавать дорого но опять таки в в антикварном магазине их можно продавать дорого на ebay риски велики не продать а уж доставить такую штуку он явно хрупкий смотрим за сколько уходит мотоцикл мотоцикл уйдет похоже за 225 долларов и сейчас произошла интересная вещь как только он заявил то есть буквально до этого пять минут назад я уже остужал телефон он он ему подсказали что это не настоящие диски и не настоящие пластинки эта бумага и видите 0 все люди покупали их по 100 по 150 долларов понабрали их просто на 1000 долларов и как только он обмолвился что эта бумага они диски покупки прекратились по нулям стали эти лоты уходить вот это то что про что я вам говорил смотрите один леопард ушел за 300 на другой набили уже 375 люди просто не знают что они пустые внутри они думают что они придут будут их грузчики помогать тащить они не знают что их можно каждый взять под мышку и уйти и вот вот как они с пластинками остановились когда тот заявил что эта бумага мэтью сказал им и все и 0 ставок здесь ждет людей примерно подобное же разочарование они думают это летая статуя она внутри пустая итак друзья у нас последний лад на сегодня уже 25 долларов дают за 9 набросков автор дексон ну типа копия джексона такие продаются где-то по 8 по 9 долларов когда это не оригинал они уже сотню за 9 штук набили я не понимаю видимо информации о том что пластинки не настоящие их ничему не научили посмотрим 100 баксов 100 баксов да вот 9 набросков ушло за 100 баксов пусть повесить себе в туалет и радуется как говорится на этом мэтью макконахи с вами прощается и прощаемся с вами и мы вот такой был сегодня аукцион о результатах по продажам каких-то каких-то сделок ты ну и так далее все самое интересное будут следующих выпусках поэтому не забываем подписываться терпим колокольчик ставим лайки и все такое на этом прощаемся с вами берегите себя друзья будьте добрее друг другу пока пока но мы не прощаемся мы переходим к розыгрышу мы разыгрываем сейчас сюрприз бокс с неизвестным содержимым из америки с ключевым словом 4 мужика под прошлым видео розыгрыш с ключевым словом колонки из-под видео с разбора сторожа будет проведен как только мы купим сторож в лас-вегасе это будет первый сторож в лас-вегасе и там будет выбран победитель под видео где ключевое слово были колонки ну а сейчас четыре мужика выбираем победителя 4 мужика тема контента топ артист артист проверяем твои подписочки смотрим каналы и так подписочка видна продам гараж артист выходи на связь в instagram там я объясню каким образом ты сможешь получить от нас этот приз друзья но у нас за это время пока снимались эти ролики монтировались выпускались найти произошло множество изменений если вы хотите узнать о том что именно за изменения произошли то пожалуйста подписывайтесь на наш второй канал проходите по ссылочке в описании pg live там мы стараемся вещать о всех событиях в нашей жизни помимо разборок контейнеров и участия в подобных аукционах за сим прощаемся господа и дамы пока пока берегите себя своих близких будьте добрее друг другу увидимся